Я сейчас буду показывать мастер-класс по заведению сетов газобетонных блоков на тонкие шоуфы, как у нас сделан наш данный стенд. Первое, что мы должны сделать, конечно, это фундамент. После фундамента у нас идет гидроизоляция. Поэтому первый ряд блоков класса на гидроизоляции для того, чтобы отсечь навокание газобетона во время таяния снега. Снег наметает к нашему зданию, сомневаюсь, что мы будем каждый раз очистить его, поэтому в избежание навокания делается гидроизоляция. Далее, газобетон рекомендуется ложить от отмотки на 50 сантиметров. Понятно, что такое отмотка, что начало газобетона. Снеговой покров примерно полуметра наметает, чтобы не было намокания стены. Поэтому газобетон делается гидроизоляция и начинается с 50 сантиметров от отмотки. Это нам будет снег. Конечно же, можно делать нижние 50 сантиметров, но тогда придется нижний ряд чертов за гидроизоляцию. Первый ряд, допустим, блок. Далее, блок можно как полумцей опирать на фундамент, так и делать со свесом. Как сделано в нашем сцене. Первый ряд идет более тоненький блок, а второй ряд идет уже со свесом. Более тонкий блок идет уже со свесом. Свесом дает увеличение нашей полезной площади, наше помещение. То есть, допустим, мы ограничены на нашем фундаменте. Фундамент 5 на 5, а мы хотим сделать, не помещаемся 5 на 5, а хотим 30 на 5 на 30, допустим. Снег говорит о том, что газобетонный блок можно свешивать на 1 треть своей ширины. Но при этом минимальное опирание блока 25 сантиметров. Допустим, берем стандартную нашу шишину 37-я. Это 375 мм. А одна третья 12 сантиметров. 12 минус 37 получается 25. То есть, данный блок 30 сантиметров можно свесить на 12 сантиметров со всех четырех сторон. Согласитесь, если дом примерно 5 на 5, умножаем на 12 сантиметров, как минимум получается 4 квадратных метра в нашем помещении. Просто из воздуха взяли 4 квадратных метра, себе приплюсовали, хороший санузел получается. Достаточно. Если взять более тонкую ширину, у нас предыдущая 37-я, предыдущая 300-я. На 7 сантиметров короче. Там уже нужно, учитывая, что минимальное опирание повторяет 25 сантиметров. Поэтому максимальный свес можно сделать 5 сантиметров. Далее, что нам может дать свес? То есть, как единственное показано в этом названии, мы можем утеплить утеплителем наш фундамент, либо там подвал что-то есть, и перекрыть мостик холода, который будет у нас на первом этаже. Мыши. Ну, конечно же, блок можно не свешить. Далее. Прежде чем вы начинаете загналывать угловые блоки непосредственно на ваш фундамент, нужно будет сделать разбивку. То есть, забить коля по бокам вашего фундамента, натянуть шнурочку, и при сечении этих самых шнурочек будет задаваться место расположения наших угловых камней. Без этого у вас геометрия не будет соблюдаться. То есть, стороны не будут равны другой стороне, диагоны не будут равны другой диагонали. Правильно? Все логично. Иначе, потом это приведет к перевязке. То есть, блок будет не в блокном перевязываться на углах. Допустим, дело загадца. А получится вот, грубо говоря, что-то так. Здесь вот примыкает, а здесь рассрождение. С того, что не сделали разбивку. На противном направлении нужно сделать разбивку. Чтобы углы у вас были 90 градусов. Чтобы примыкание вертикальной швов было полноценным. Чтобы при возведении перекрытия и кровли не было проблем. Как же состыковать два разных угла, которые не стыкуются именно полно. По факту приходят. Приходят все по факту. Как получилось, так и налепили. Разбивку можно сделать разные своды. Повторяюсь, либо забить коля по бокам. Либо, если нет возможности забить коля по бокам. Допустим, второй этаж. Ну, либо там отмостка у вас заглядит под большим углом. Да, склон. То можно как делать? Можно по бокам поставить блоки. Именно на сухую. Где у вас будут углы вашего здания. Именно на сухую. Раз угол. Два. Здесь три, четыре. То есть, получается, вот такой вот. Вот наш блок. На сухую вставляем наши блоки. Далее, с помощью рулетки корректируем их плоскости. Чтобы длина была равна длине той длине. Ширина ширины. Соответственно, диагонали. Чтобы тоже были равны. Далее, берем карандаш или какой-нибудь инструмент. Делаем засечки на наших углах. Поднимаем блок, накладываем раствор. И укладываем блок уже на эти самые засечки. Почему это делается заранее, до нанесения раствора? Потому что, если вы сначала тупо нанесете раствор, а потом поставите блок и будете ее ерзать вправо-влево, то, чем больше ерзать блок по циментно-песчаному раствору, тем он ниже сажается. По сути, все просто падает вниз. А наши плавовые блоки должны стоять ровно с точностью плюс 1-1 мм. Почему? Чтобы добиться минимальных толков клевых швов. Многие делают ошибку. Берут два. Берут просто тупо углы. Заплодят углы. Все четыре угла. И начинают заполнять между ними. Ну, конечно же, берут измерительный элемент под названием уровень. Начинают идти от одного угла. Идут и идут по уровню. И бац приходит к другому углу. Он выше либо ниже. Что-то надо делать. Снимают этот блок. И от этого блока, допустим, вот этот блок уже там. Другой рабочий туда пошел уже в нафиг. И приходится что-то сам придумывать. Поэтому главные блоки ставятся по нивелиру с точностью плюс-минус 1 мм, это, чтобы избежать минимальных отклонений и валеной кладки. Видите, измерительного инструмента у меня точность данного инструмента полмиллиметра на метр. Если расстояние между угловыми блоками и 10 метров, с такой точностью у меня может потеряться 5 мм. Это не то, что руки кривые, из-за того, что точность измерительного прибора, допустим, 5 мм. А есть такие уровни, у кого 1 мм на метр. В 250 метрах уже сантиметр. Поэтому, чтобы минимизировать эту ошибку, идем с двух углов на встречу друг другу в середину. В середине мы более-менее выходим в уровень. Ну, допустим, перепад там 1,5-2 мм. Это лучше, чем 5 мм на углу. Потом только угловый блок чесать, либо снимать и наращивать эти самые растворы. Итак, уладим весь первый ряд. На первый ряду уже вертикальные швы между собой переклеиваются непосредственно на клей. Внизу у нас циметно-песчаный раствор, вертикальные швы у нас на клей. После того, как выложите первый ряд, нужно будет отстоять как-либо 6-8 часов, чтобы раствор, который находится по блокам, набрался у прочей синякой-менейшей. Ключайно я не буду крепким движением. Блок не сдвинут. Если мой сдвинут, все, он отстрелил. Раствор уже отдал свою влагу. И он уже не приплесит. Придется снять раствор, снять блок, снять раствор, и повторять всю самую процедуру с данным блоком. Поэтому нужно подождать какое-то небольшое время, 5-6 часов, потом приступать к ладу. Вообще, в идеале, конечно, выложить первый ряд, на следующий день уже в плане последней череды. Чтобы сделать планку наиболее точно, сначала рекомендую делать весь периметр. Нарушку. Уличная стена. Потом уже, по периоду, с помощью речки, разметить внутреннюю сущую стену, и потом уже выгонять внутреннюю сущую стену уже по существующему периметру. в периоду. Ну как, в принципе, как собирают пазлы, обычно сначала рамку собирают пазлы, а потом уже и внутреннюю сущую стену. Для облегчения работы то же самое, и непосредственно строением, при строительстве вашего дома. Итак, что касается клея. Клея можно носить как и обычным шпателем, так и, конечно же, специализированным инструментом. На первый взгляд, в принципе, они идут одинаково, зубья здесь, зубья здесь, но при работе с данными инструментами возникает много всяких нюансов. Допустим, при работе с обычным шпателем. Наши блоки надо смазывать и только горизонтально, а еще и вертикально, да, с этим. При работе, допустим, наносить вертикально шоу, мы начинаем наносить вертикально, где-то есть клея больше, посчитайте на виде дом, сколько этого клея уйдет. Соответственно, при носении клея на блок, здесь, а этих шпателем, допустим, широкий блок, мне приходится много движения делать. Если широкий блок я использую другую, или более широкую, большую, то мне за одно движение наносится. То есть я быстрее ношу, как минимум раз в два, а то может быть и в три раза. Это тоже, соответственно, классическая экономия. времени при строительстве. Конечно же, в каждой технологии есть плюсы и минусы, даже в такой технологии есть тоже свои минусы, о которых чуть позже коснусь. Итак, давайте же посмотрим, как работает с клеем. Ну, так здесь у нас пол более-менее ровный, конечно, на цементе, я сразу, как будто у нас блок стоит на СПСКе, сразу смажу вертикальный слой непосредственно на кельм. Кельм мы выбираем по ширине блока, какая ширина блока, такая же и кельма. Сколько ширин блока, столько же кельм. Еще один важный момент, что кельма это индивидуальный инструмент. То есть, сколько кельм, столько и количество кельм должно быть. 10 кельм и 10 кельм. Чтобы не получилось так, что первые два кельм взяли в руки, потому что две штуки, и пошли работать, а остальные все на него смотрят. И радуются. Поэтому, сколько кельм, столько и количество кельм, столько и количество кельм, столько и количество кельм у вас и должно быть, соответственно, настройки. Итак. Следующее, чтобы внести клей на блок, немного нужно его подготовить, но что это значит? То есть, если на блоке приведет грязь, пыль, просто, ну, без фонотизма, его обеспылить, если блок чистый, то, в принципе, ничего делать не надо. То есть, прямо с палетой берете, а то он достаточно чистый. Смазываем вертикаль. Дайте проход, я смазал всю сторону, мне еще клея осталось, таких еще много раз делал. То есть, я не бегал обратно в бедро, я сзади проход смазываю. Хотя, как видите, клей у меня достаточно жидкий, да, я выливал, но видно, что у меня гребенка держится, она не истекает, как вода. Свою форму она, как я нанес, так и, соответственно, она у меня и держится. Весмотря на то, что клей достаточно жидкий, в отличие от того клея, который мы используем элемент вкладки плитки. вкладки, влажно. Они вкладки, это, влажно. История. История. Похожу. Влажно. К богу, вы желать работать, конечно, не с этажомолокошком, а с кияночкой. Сейчас у нас уже запахнув зима, поэтому кияночку желательно использовать не черную, а с белой резиночки. Черная, она более жесткая и дубея. Плюс, конечно же, черная можно оставлять в паскане, и с белой тут сложно так сделать. Итак, выкладываете весь первый ряд нациметр и песчаная соль повторять. Далее, когда вы выложите весь первый ряд, ждите 5-6 часов и приступаете к кладке последнего ряда. Вот в чем дальше идет небольшой минус кладки газобетонного блока. То, что, как я вам рассказывал Павел, что геометрия блока у нас есть плюс-минус миллиметр 2, да, бывает. Один меньше на 2, другой выше на 2, то получается 3-4 миллиметра. Может быть не каждый блок, но в ряду может быть 10 блоков таких попасть. Что мы делаем? Понятно, что вот этим мы уже вырвать не можем, здесь уже 4 миллиметра зуб. И если мы на этот самый перепад поставим, следующий блок, то у нас будет, допустим, этот блок выше на 2, а этот блок на 2 ниже. Здесь получается перепад 4 миллиметра, да, судим? Поставим сверху блок, и здесь у нас будет пустошовка, и блок будет сам висеть за счет того, что блок не будет сверху нарученый, и он не приклеится, просто будет под давлением следующих рядов висеть. И в один прекрасный момент он может сыграть и лопнуть. Если его лопнет этот блок, соответственно пойдет спорить все остальное. Чтобы этого избежать, нам нужно применить такой инструмент под названием рубана. И если есть перепады, мы это с помощью эксперимента убираем и смотрим. Качели нет, перепадов нет, нет инструментов нет, здесь не работает. Но если был без перепад, мы взяли данный инструмент, и данный перепад, с помощью небольших движений, мы его устранили. Чтобы здесь была ровная поверхность, не было данных качелей между блоками. Единственный недостаток в каждой бетоне, что нужно ряд после выкладки ряда нужно его шлифануть. На первый взгляд, конечно, выглядит пик ужасно нудно, но если возьмем периметр, допустим, 10 на 10, то есть 40 погонных метров, и два рабочих, то обработать весь периметр за ним минут 20. Пролегла до 20 минут. В день где-то можно выложить до 4 рядов. Ну, 40 погонных метров, два рабочих, не спеша, в день где-то можно выложить. Это я говорю из тех расчетов, что средний человек в день выкладывает порядка 3 куба. Один. Средний. То есть, понятно, на нежный педаг можно до пяти догнать, на верхний педаг, там где леса, там уже, понятно, 2-3 куба выкладываться. Итак, в день выкладываете, допустим, 3 ряда, то есть 3 ряда умножаем по 20 минут, получается час. В день, в день, в день, час много или мало? Ну, настройки, в принципе, не так много. Но зато выкладываете достаточно много, 3 ряда, и получается за 5-7 дней максимум угоняется целый ряд, целый этаж под перекрытие. Ну, да, нужно прочитать данный инструмент. Итак, обработали перепад, если он есть. Дальше взяли, просто обеспылили щеточкой, и можно приступать к вкладке последующего ряда. Ладно, не лениться. Чем ровнее вы шлифаете блок, тем ровнее будет у вас ваш вклад. Тем тоньше шов, тем лучше будет приклеиваться блок непосредственно к нижнему ряду. Поехали дальше. Есть несколько способов монтажа последних пидов. Это стандартный, то есть смажем только вертикаль. На последующий этаж можно несколько способов монтировать блок. Таких же, как я сейчас показал. То есть вертикаль мажем. Ну, здесь у нас вертикаль нет, здесь у нас горизонталь, да. То есть можно вертикаль, как можно вертикаль, можно разлить и собрать то, что мы разлили. Ну и ставим блок. Ставим блоки и начинаем так же, как и на первой ду, с углов. Угловые блоки. Ну, угловые блоки, так как мы на первой ду вкладываем цепь бета-песчаного сфора, поэтому уровень мы уложили горизонтально на последующий этаж, мы уровень они вкладываем только вертикально. Потому что у нас уже горизонт выложен ровно на цепь бета-песчаного сфора, так уровень влажнить бесполезно. Попробуйте уровень такой тонкий слой перепадного блока, посмотрю на вас, здесь, конечно, такой блок не сомнете. Поэтому уровень вкладывается только вертикально. Итак, закладываем все угловые блоки, после чего натягиваем шнурочку от нашего углового блок и начинаем заполнять пружинку от углов к двери. Конечно, доборов не было, поэтому в двери вставляются какие-то куски. Это был первый вариант. И при этом еще есть такой момент, что, допустим, построили два этажа, либо один этаж, и второй этаж у вас неполноценный. Ну, где-то полтора метра поднимается. Полтора метра поднимается, потом пошел фронтон. Да, не полноценный этаж. То, соответственно, в этом самом вашем этаже полтора метра подняли, последний ряд идет армопояс. Там, где у вас идут фронтоны, армопояс должен быть так же по последнему ряду вашего фронтона. То есть по прямым он идет горизонтально ровно, а там, где ваши фронтоны, он должен повторять изгиб вашего фронтона. Если здесь есть окно в вашем фронтоне, то он может сократить каким образом. Идем по фронтону, доходим до конного проема. Далее, режем наш фронтон в эти край, допустим, с окном вот здесь. Фронтоном переделаем как бы перемешку вашего окна и под другим углом уже опускаем. То есть, получается, идем вот так по фронтон, срезаем, чтобы до кончика доходить и опускаемся вниз. Тем самым армопояс у нас будет замкнут, не иметь ни начало, ни конца. Самая большая ошибка при возведении, при изготовлении данного армопояса в любом строении важный. Первый этаж, второй этаж либо последний этаж, это его не замкнут. То есть, армопояс всегда должен быть замкнут как кольцо, чтобы его нельзя было разорвать, не иметь ни начала, ни конца. Только тогда он будет работать. Во всех других случаях, если вы где-то разрываете, там нужно уже смотреть, как его можно не разрывать. Либо, допустим, здесь у вас, ну, как обычно разрывает. Здесь первый этаж, второй этаж. Между ними лестница на второй этаж. И в этой самой лестнице хотят сделать именно посетение окном. Витражное окно, чтобы там было светло. А армопояс как раз проходит через это самое окно. Таким образом, либо вы, армопояс идёт под окном, либо над окном. Либо здесь вот эта лестница металлическая, железобетонная. Соответственно, там нужно, мы идём по лестнице, потом наша лестница не под одним углом. Наленько нам будут изгибаться, да. Доходим там, полтора метра поднимаемся. По платформе разворачиваемся, идём по другой, по другой стороне лестницы. Как раз это, это самая платформа, на которую мы разворачиваемся, можно соединить, завязать вместе с вашим армопоясом. То есть там каждый проходит индивидуально. Главная задача, армопояс не разрывать в межэтажном строительстве. Ещё один такой момент, перегородку. Либо это в квартире перегородки, либо это в частном домостроении перегородки. Всё, что является менее чем 25 сантиметров, это является не несущей стеной, это является перегородкой. Перегородку мы вообще рекомендуем делать от 100 миллиметров, потому что пятёрка и 75-й блок, это как декоративный блок. Они достаточно очень тонкие, и чем тоньше блок, тем хуже звукоизоляция. И тем хуже, соответственно, там устойчивость. Ну, тонкий блок, устойчивость гораздо хуже, правильно? Поэтому мы рекомендуем делать от 100 миллиметров перегородки. Вот как раз в квартире, конечно, каждый сантиметр на всё золото. Но в частном домостроении, чтобы иметь хорошую звукоизоляцию в межкомнатном пространстве, между одной домом и другой домом, там мы рекомендуем делать 150 миллиметров перегородок. В квартире сотку рекомендуем делать. Каждую жизнь нам, допустим, вот наша стена уже монолитная, да, уже. Либо построена из газобетона, либо это монолитный каркас, там нужно делать тонкую перегородку. Что мы делаем? Здесь никаких связей у нас нет ничего. Берём тонкую связь, либо перфоненту, как говорил Павел, загибаем её и, соответственно, приклеим. Дальше, если у нас тонкая стена, чтобы компенсировать данную неустойчивость нашей стены тонкой, можно взять обычную уголок и с двух сторон зажать нашу стенку этим самым уголком, то есть передать гильзу. Здесь, под потолком и здесь, тем самым, нам придает устойчивость нашей стене. Плюс, желательно сначала сделать перегородки, а потом уже заливать полы, чтобы пол зажал нашу стеночку снизу и придает дополнительную устойчивость нашей стены внизу. Мы же внизу не закрепляли эти данные. Вот такой упаков и непосредственно сверху, тем самым. Наша стена будет дополнительно устойчива по ней вот этой данной связи. Она хороша и отлично, но всё-таки она сгибается, да? Поэтому устойчивость минимальная, но всё-таки нужно придать ей дополнительную устойчивость. И, конечно же, ваша перегородка тонкая не должна ни в коем случае доходить до перекрытия. Между перегородкой и перекрытия должно составляться хотя бы один сантиметр. Он в дальнейшем либо запенится пеной, либо закладится пилотермом, либо утеплением каким-нибудь. То есть в любом случае должен будет там состояться гип-шов. Гип-шов мягкий. Потому что в один прекрасный момент, особенно если это многоэтажка, особенно если это высота этажа более 14 этажа, чем выше многоэтажка, тем более у нее парфонсость высотной конструкции, тем больше изгибается у него колонны, тем больше вероятность появления трещин. Именно поэтому перегородка никогда не доходит до перекрытия. Хотя-то должно составляться один сантиметр, потом он заполняется каким-то элементом. Прошло, в принципе, не так много времени с моего занятия. Давайте посмотрим, как же склеился клей. Порядность схватывания клея достаточно быстро. То есть в минус через 15, в принципе, уже происходит первое ложное схватывание клея, которое уже сложно блок оторвать от нижестоящего. Вот это вот приклеивает. Это первое схватывание лотное. Это 100% схватывание, а вот на отрыв уже непосредственно наша стена работает. То есть уже можно смело было уже возводить еще и четвертый и пятый ряд. На первый взгляд, вот пилилишь, да? Блок мягкий. Ну, мягкий, да? Что скрывать-то? Мягкий блок. Блок на 400-е данное блока. Вот. Есть. Вот у меня полметровый блок. У нас есть первый стадик полметровый. Вот как полметра выглядит. Можете поднять, попробовать, как полметровый блок выглядит. И повесим. Ну, из-за того, что он мягкий, его достаточно сложно расстроить, сломать. Потому что во время ударов блок вязет. Удар он на себя гасит. По отличии от кирпича. Кирпич он хрупкий. Чего ударил, все. Дыка есть там. Здесь же могу предоставить любому данный инструмент и попробовать сломать блок. Есть желающие? Есть. Давайте. Вам пониже опустить? Не-не-не, нормально. Сбоку, сбоку, сбоку. Сбоку. Сбоку? Если побалится, зачем? Открываешь. Можно? Да, конечно. Можно. Возвращать не будет. Можно? Возвращать не будет. Да. Что же это такое?